привет дорогой слушатель с тобой никита жуков я врач и поэтому расскажу сегодня про очередную болячку в интернете ходят множество ложных и конспирологических теорий об этом заболевании кожи например утверждение о том что она вызывается 5g формальдегидом в пище вакцинами пылью и стероидами местного действия различные теории заговора также утверждают что веганская диета яблочный уксус календула или гомомелис могут вылечить эту болезнь кожи а очистители воздуха якобы снижают риск развития сегодня мы говорим с вами про атопический дерматит состояние с которым сталкивается до 20 процентов людей в разные периоды жизни вместе с тем нередко оно может быть хроническим устаревший синоним может быть более знаком для вас ранее это состояние называли нейродермит или атопическая экзема это длительное воспаление кожи которое приводит к зуду покраснению опуханию и растрескиванию кожи из пораженных участков может выделяться прозрачная жидкость которая со временем густеет хотя это заболевание может возникнуть в любом возрасте она обычно начинается в детстве а с годами его тяжесть меняется у детей в возрасте до одного года может поражаться большая часть тела при старшем возрасте чаще всего поражаются участки на внутренней стороне коленей и локтей а взрослых типичные места это руки и ноги у пациентов с астмой повышается риск кожных инфекций и нередко параллельно с атопическим дерматитом развивается сенная лихорадка или бронхиальная астма хотя стресс может ухудшить симптомы он не является причиной атопического дерматита конкретная причина развития атопического дерматита неизвестно считается что есть связь с генетикой с дисфункцией иммунной системы с воздействием окружающей среды и с нарушением проницаемости кожи по данным научных исследований если один из однояйцевых близнецов болен то вероятность возникновения заболевания у другого составляет 85 процентов заболевание не заразно ему чаще подвержены те кто живет в городах и странах с сухим климатом а также воздействие некоторых химических веществ или частая мытью рук могут выступать триггером диагноз обычно ставится на основании симптомов и не требует специфических анализов более того не существует анализа который бы объективно подтвердил или опроверг диагноз у атопического дерматита есть характерные симптомы отечность в зоне воспаления корки в местах расчесов гиперемия и сыпь мокнутие или сухость и шелушение лихионификация утолщение кожи и сильный зуд все вместе они дают полную дерматологическую картину атопического дерматита улучшить состояние кожи при атопическом дерматите возможно в первую очередь следует соблюдать достаточно строгую диету и гипоаллергенный режим из рациона рекомендуют исключать рыбу и морепродукты орехи грибы клубнику цитрусовые молоко и яйца мед и другие продукты способны вызвать аллергическую реакцию кроме того следует обратиться к специалисту который поможет подобрать лечение или уход например мази и средства для восстановления водно-липидного слоя и восстановление барьерной функции кожи для устранения симптомов атопического дерматита дерматологи рекомендуют гамму средств ли пикар от дерматологической марки для рож позе гамма средств восстанавливает гидролипидный барьер кожи защищает от агрессивных факторов смягчает и мгновенно успокаивает а кроме того способствует снижению зуда характерного для атопического дерматита лечение включает в себя контроль провоцирующих факторов это могут быть вещи которые ухудшают состояние ежедневный гигиенический душ с последующим нанесением увлажняющего крема применение кремов с астероидами во время обострения а также препараты для снятия зуда вещи часто выступающие фактором обострения включают шерстяную одежду мыло духи и хлор пыль сигаретный дым также важно следить за микробиомом микробиом это совокупность живущих на поверхности кожи миллиардов микроорганизмов которые являются ее невидимым щитом при атопическом дерматите барьерная и защитная функция кожи нарушены а значит высок риск столкновения с чрезмерной сухостью раздражением и чувством зуда сбалансированный микробиом и укрепленный защитный барьер кожи обеспечивают ей ощущение комфорта и защиту от внешних раздражителей симптомы для постановки диагноза атопического дерматита это зуд или признаки трения или расчесывание кожи а также минимум три из следующих критериев поражение на кожных складках сгибательный дерматит лодыжек локтевых ямок лопаточных ямок кожи вокруг глаз или шеи либо щек для детей младше десяти лет астма или аллергический ринит или семейная история этих заболеваний если пациент ребенок в возрасте до четырех лет симптомы начались в возрасте до двух лет это применимо только к пациентам в возрасте четырех и более лет длительные периоды сухости кожи в течение последнего года дерматит проявляется на сгибательных поверхностях у пациентов старше четырех лет или на щеках лбу и разгибательных поверхностях пациенты младше четырех лет лечение как всегда при хронических заболеваниях вылечить полностью нельзя зато можно контролировать например образом жизни теплые ванны подбор и использование увлажнителя воздуха особенно в холодное время года и прием витамина d особенно для кормящих грудью женщину все это может облегчать течение атопического дерматита рекомендуется носить одежду из натуральных материалов хлопка на фланели бамбука длинными рукавами и штанинами одежду стоит носить свободную не прилегающую она не должна натирать следует минимизировать контакт кожи с верхней одеждой синтетикой красителями не рекомендуется носить закрытую облегающую тесную и грубую одежду в особенности из шерсти синтетики меха животных флиса полиэстера уход за ногтями ногти следует коротко стричь что позволяет предупредить повреждение кожи при расчесывании влажняющие и смягчающие кожу средства эмаленты на рынке представлены различные уходовые мази крема и сыворотки которые могут отлично держать атопический дерматит под контролем в частности липидовосполняющий бальзам липикар ап плюс м от марки ларош после для лица и тела моментально увлажняет и успокаивает сухую кожу способствуя таким образом уменьшению зуда и раздражения в составе бальзама присутствует комплекс ингредиентов способствующий регулированию микробиома кожи медикаменты мази с астероидными гормонами например гидрокортизон мази для подавления воспаления и иммунного ответа например такролинус и системные препараты для снижения активности иммунного ответа таблетки с циклоспорином метатриксатом и так далее фототерапия использование узкополосного ультрафиолетового излучения спектра b у fb полезно при выраженном атопическом дерматите особенно когда воспаление не контролируется надлежащим уходом за кожей и топическими препаратами поскольку узкополосный у fb имеет гораздо более высокую эффективность чем ранее использовавшийся широкополосный у fb в настоящее время комбинированная терапия псороленом с уф-а пувотерапия используется редко не было доказано что узкополосная у fb фототерапия увеличивает риск развития рака кожи однако это остается предметом беспокойства особенно при использовании у детей или в течение длительного периода времени а на этом у меня все берегите свою кожу это считается самым большим органом поскольку огромная площадь покрывает наше тело всем пока до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok